Итак, всем привет, доброго дня! С вами снова ставшая уже постоянной команда Momentum Шуламид Капилевич, Оля и я, Аня. И мы очень рады приветствовать вас здесь с нами. Мы давно обещали какое-то особенное занятие. И вот сегодня Шуламид будет совмещать мудрость духовную с мудростью практической. И проведет такое особенное задание нашего ООО, в котором мы также сможем вместе сделать халу. И узнать больше о том, какие секреты истории совмещают в себя эта прекрасная женская традиция готовить халу на праздники на шаббат. Шуламид Капилевич, трансляция на этот раз происходит в вашей импровизированной кухне. Да, весь мир кухня, поэтому нам придется сегодня... Я сразу говорю, это первый раз, когда я провожу такое дело на дистанционном управлении. Вот, поэтому что получится, то получится. Но я думаю, что вот это вот отношение, мы делаем максимум, а вот что получится, то получится, это очень здоровая часть еврейской женской мудрости. И на нее мы сегодня будем надеяться. И второй момент – это женская дружба. Поэтому я приглашаю своих дорогих дочек. Вот это Рафелечка. Так. Вот. Здравствуйте. И вот это Ханночка. Они сегодня с нами. Они сегодня с нами будут печь эту халу. И я должна сказать, что самое радостное, что есть у женщины, это одна из самых разных вещей – это женская дружба. Особенно если у женщины, то есть у женщины, то есть у женщины. Вот. Поэтому мы сегодня начнем именно с этого. Именно с того, что вот этим вот самым простым делом, выпеканием халы, мы завяжем настоящую глубокую, веселую, женскую дружбу. И если к вам сейчас присоединяются ваши дочки и сыновья, кстати, тоже. Сейчас очень модно, чтобы мужчины тоже пекли и готовили. И не только модно, это правильно, это приятно. И если вы сейчас с нами одна, а потом ваша дочка присоединится к нам, или ваши подружки, или вы сами сделаете для них, вы почувствуете, а, вон уже какие-то там дочки, да, и вон какие-то дочки тоже. Дочки, подружки видно вся. Итак, мы поэтому начинаем сегодня с одной очень важной вещи. Вы понимаете, дело в том, что для меня лично хала — это некоторое соединение между нашими усилиями и тем, что нашим усилием говорит всевышний. Мы не хотим жить как бы поджавши ножки и сказать, вот, мы надеемся на чудо, боженька, неси нас. Это совершенно не еврейский подход. Мы сами делаем, мы сами покупаем продукты, мы их месим, мы их готовим, мы вкладываем, и тем не менее никто не может сказать, что хала получается хорошая сама собой. И мы никогда не можем предсказать, как получится, даже если мы вкладываем те же самые усилия, потому что во всём, что мы делаем, с одной стороны, мы стараемся, а с другой стороны, Всевышний предлагает нам нашу помощь. И поэтому мы напишем большими буквами «Везёт тому, кто крутит педали». И таким образом мы будем с вами работать. Итак, значит, у нас тут Хана и Рахель, они будут заправлять на кухне. Я не знаю, видно ли вам, но если не видно, главное, чтобы вам было слышно. Итак, мы сегодня с вами начинаем с того, что мы берём 2 килограмма муки. Значит, у меня мука уже просеянная, очень-очень важно муку просеять, но мы покупаем муку уже просеянную. Вот, если у вас она не просеянная в незакрытых таких вот пакетиках, то тогда стоит вам её просеять. Сейчас я повыше чуть-чуть подставлю. И мы смешиваем с вами муку и соль. Значит, 2 килограмма муки и 2 ложки соли. Но дело в том, что у нас с вами не просто так запекание. Пока Рахелечка тут возится, я вам расскажу некоторые интересные вещи. Во-первых, кемах, мука. На иврите мука называется кемах. Вон, Аня уже там просеивает. Окей. На иврите мука называется кемах. И есть очень-очень важное такое выражение, которое, на мой взгляд, показывает, как в иудаизме сочетается духовное и материальное. Бли кемах эйн тора, бли тора эйн кемах. Без муки нет торы, без торы нет муки. То есть мы никогда не остаёмся летать в облаках, мы никогда не хотим просто помнить, думать, писать красивые книги, чтобы где-то кто-то за нас занимался материальным миром. Мы хотим сами, своими руками, чтобы они обязательно были испачканы в муке, этот мир несить. И в то же время мы не должны замыкаться внутри вот этой чашки с мукой. Наши глаза не должны быть забиты этой мукой, потому что мы обязательно должны видеть духовный мир и соединять его с материальным. И ещё один очень важный ингредиент — соль. Когда мы с вами говорим о соли, на самом деле это удивительный продукт. Это единственный продукт, который никогда не портится. И даже если он где-то растворяется в еде, в воде, и мы его не видим, во-первых, он нам необходим, потому что без соли ничего не вкусно. Правильно? И с другой стороны, мы его можем вернуть обратно. И считается, что Брид — завет Всевышнего с народом Израиля сдобрен и закреплён вот этой солью. Про людей, которые очень важны в нашем мире, в нашей жизни. Мы говорим про них — соль земли. Да, вот такие вот профессионалы, солдаты, люди, которые от всей души в Израиле выполняют свою работу. Их называют мелах-ха-арес — соль земли. Итак, мы смешали с вами 2 килограмма муки, 2 ложки соли. И дальше мы с вами добавляем ещё 2, ещё 3 на самом деле продукта. Первый продукт — это дрожжи. Мы добавляем сухие дрожжи, 4 столовые ложки. Но если у вас какие-то другие дрожжи с какими-то другими инструкциями, то вам придётся всё-таки следовать инструкциям, которые написаны на ваших дрожжах. А вот, Рахелечка у нас тоже добавляется, это хорошо перемешивается. Естественно, о таинственном смысле дрожжей как необходимой части нашей с вами мудрости и нашей жизни можно говорить очень-очень много. Потому что мы не случайно предлагаем вам книгу роста, год роста. Дрожжи — это рост, это брожение, это творчество, это радость от того, что мы растём и движемся. И вам в этот раз, Аня, пришла главу про шаббат, главу из книги роста, которая называется «Шаббат». И наши халы, хотя мы сейчас их печём в воскресенье, но это репетиция, вы сможете исключить перед шаббатом и прочитать эту главу и почувствовать, как замечательно мы растём. Есть одна неделя в году, в которой дрожжам нет места. И это Песах. Ведь что такое маца? Маца — это тот же хлеб, только без дрожжей. Хлеб, который не растёт. Плоский, плоский, плоский. Почему? Потому что один раз в году на одну неделю мы говорим Всевышнему. Мы, конечно, ужасно обожаем наш рост, наше творчество, наша даже такая, такую дерзость. Она важна, ради неё мы, с помощью неё мы растём. И тем не менее, один раз в году мы всё это оставляем тебе. Мы готовы убрать вот это вот бурление и просто послушать тебя. Но обратите внимание, не больше, чем одну неделю заканчивается Песах, мы снова начинаем печь хлеб, который растёт. Дальше. Мы добавляем с вами сахар. Значит, по рецепту здесь полтора стакана сахара, потому что здесь сказано хала метука, сладкая хала на шаббат. Мы добавляем чуть-чуть меньше, чем полтора стакана, потому что всё-таки очень-очень много. А вот что означает сахар и какая его часть женской мудрости, может быть, вы нам скажете, пока Рахелечка перемешивает. Зачем нам сахар? Аня? Я боюсь, что у меня нет очень мудрого ответа, но я думаю, что сахар, он как бы в правильных дозах существует для того, чтобы мы не забывали себя баловать. Чтобы мы не забывали баловать, чтобы мама не забывала баловать деток, чтобы бабушка не забывала баловать внучат. Это очень-очень важная часть нашей жизни. Зачем ещё нам может быть нужен сахар в нашей женской мудрости? Если кого-то идея, включайте микрофоны. Людаизм – штука активная. Есть идеи? Я вам немножечко… Да, Екатерина. Ещё раз, пожалуйста. Мы же любим что-то подсластить. Начиная с каких-то листивых речей. Могут быть это слащавые речи, правильно? Точно так же еда. Открыть чай, кофе там. И тут же и сюда куалу добавить. Нет? Да, можно. Вот. А насчёт того, чтобы отсластить. В удаизме сладким всегда считается учёба. Это странно. Это, может быть, нам кажется, вау, как же так может быть? Учёба – это труд, это что-то, когда тебя заставляют. Но на самом деле трёхлетние малыши, которые начинают изучение, чтение на иврите, получают… Включают буквы, намазанные мёдом или на какой-то табличке. Или просто буквы в виде медовых сладких пряников. И папа или мама, кто ведёт их в школу или учит их читать, и учитель, говорят, пусть всё учение для тебя будет таким сладким. Обязательно. Только сладким. И тем не менее, как уже сказала и Аня, и Катерина, очень важно, чтобы мы не переборщили. Потому что если у нас есть только сладость, только сахар, это уже не хала, это уже сладкая вата, которую, знаете, продают вот такая вот вся пушистая. И это уже всякие глупые иллюзии, это уже слащавость. Вещи, которым мы, в общем-то, в душе не верим. Поэтому давайте, пусть нашей мудрости всегда будет сахар, достаточно, но не больше того, что нам требуется. Так, размешали. А теперь мы добавляем воду. Рахелечка, сколько нам воды нужно? Четыре. Мы добавляем воду и перемешиваем с тем, что у нас есть. Сначала надо добавить немножко, перемешать. Потом, чтобы в общей целости получилось в общей сложности четыре стакана. Желательно теплой воды. Вода не должна быть холодной. И в то же время она не должна быть кипятком. Потому что если мы заварим туда кипяток, мы, естественно, получим не халу, а эклеры. Что очень неплохо, но все-таки не то, что мы хотели. А если это будет что-то очень холодное, то тогда тесто не поднимется, это не будет работать так, как мы хотим. Таким образом, здесь мы с вами приближаемся к еще одному секрету мудрости еврейской женщины. И это секрет теплой воды. Вот найти такую температуру, такое количество, такое соотношение тепла и воды, чтобы это не обжигало, чтобы это не портило те внутренние силы, которые заложены в нашем тесте и позволяют ему расти. И в то же время, чтобы мы не были холодными, чтобы с нами было приятно, чтобы хотелось к нам приходить, чтобы хотелось с нами дружить, советоваться, чтобы детям хотелось с утра нас обнять. Да? Получается с водой? Вот. И мы с вами, конечно, не забываем, что в гудаизме вообще Тора приравнивается к воде. Тору мы сравниваем с водой. Почему? Потому что Тора, во-первых, она действительно нас так же питает, как вода. Мы не можем долго без воды. В самой пустыне страшнее, чем голод, жажда. И мы не хотим жаждать, мы хотим, чтобы у нас эта вода была. Во-вторых, если вы помните уроки физики давно-давно в школе, если вам показывали вот эти сообщающиеся сосуды, вы помните, если вы очень высоко один сосуд ставите, то из того, который нижний, будет вода брызгать вверх. И это показывает, что по-настоящему учиться, по-настоящему учить Тору может только человек, у которого достаточно скромности. И тогда из него это будет брызгать вверх. А если человек слишком высоко заносится, то у него, в общем, честно говоря, ничего не получится. И даже никто его особо слушать не будет. Рахелечка, можно уже замешивать тесто. Даже если это еще не совсем меньше, потому что нам надо еще... Сюда говори. Нам надо еще несколько вещей туда. Да, мы сейчас перемешиваем, но мы еще будем кое-какие вещи добавлять, поэтому просто сейчас такое промежуточное мешание. Даже если это, например, еще не очень... Готово, да? Да. Все равно лучше помешать. Все равно лучше помешать. Мы уже все добавим. Вот. А сейчас мы с вами будем добавлять яйцо и масло. Значит, нам надо добавить два яйца. Окей? Обычно, я подержу, обычно, когда мы добавляем яйцо, мы прежде всего его выливаем... Ничего, возьму еще одно, просто не страшно. Мы его прежде всего выливаем в стаканчик и проверяем, чистое ли оно, нет ли там крови. Мы не хотим использовать яйцо с кровью. И мы проверяем, чтобы оно было чистенькое. Вот так вот мы добавляем два яйца. И давайте подумаем, яйцо – это символ чего? Вот, Рахилочка, еще добавлю. На, еще одно. Символ чего у нас яйцо? О чем оно нам говорит? Почему оно часть нашей халы? Почему оно часть нашей мудрости? Что такое яйцо? Символ жизни. Символ жизни? Да, еще что? Вон там халейчика, вон там. Видите? Нет, вот. Символ жизни. Во-первых, потому что, видите, оно у нас сначала какое-то вообще непонятное, жидкое, снаружи что-то твердое. И постепенно, постепенно, постепенно из него рождается жизнь. Еще один очень важный момент. Если мы возьмем, если мы возьмем, если мы возьмем яйцо и просто возьмем и его раскроем, да, или если у нас цыпленочек там только-только начал появляться, мы ему поможем, раскроем эту скорлупу, цыпленок не выживет. Идея в том, чтобы птичка, птенец, цыпленочек обязательно тренировался, обязательно пробивал эту скорлупу, тогда он становится сильным, и тогда, когда он выходит в мир, он может жить в нем. Если мы не дадим ему это усилие, мы его просто погубим. И это очень-очень важно помнить, когда мы воспитываем воспитываем детей. А теперь последняя вещь, которую мы добавляем, это три четверти, да, три четверти там написано, или две трети? Две трети. Две трети стакана растительного масла. И сейчас мы его добавляем. И давайте пожелаем друг другу что-нибудь, связанное с этим маслом. Кто может нам, всем, кто здесь находится, пожелать что-то вот в тот момент, когда мы добавляем масло. Что мы можем пожелать? Идеи. Что можно пожелать подругам, друзьям? Включайте микрофоны. Ольга? Чтобы все в нашей жизни проходило гладко. Как по маслу. Как по маслу. Как все шло как по маслу. Хорошо, еще что-то? Здоровье. Здоровье, конечно, здоровье. Это важная вещь. Еще что мы желаем друг другу? Желаем любить, счастье. Счастье, конечно. Счастье у нас ассоциируется с этим, конечно, счастье, радость, достаток. Вот это ощущение, что мы живем свободно, что мы можем себе какие-то вещи позволить и радоваться им. Мир. Мир, мир, конечно, мир, мир. То есть вот только когда мы говорим немножечко подмазать дома что-то маслом, вот в отношениях, это означает, чтобы не было этих дурацких споров, каких-то ненужных никому ворчаний, пухтений, пухтений. Кому это все нужно, чтобы действительно между нами вот эти вот шестереночки, крепкие-крепкие, которые нас соединяют, они двигались как надо, чтобы не создавали неприятного скрипа, скрежета. И на самом деле это зависит от нас. И еще один очень-очень важный момент. Мы не забываем, что масло у нас ассоциируется с минорой, светильником в храме. Мы немножечко вспоминаем об этом в хануку, когда мы зажигаем восемь свечек. Просто они стоят в ряд, или очень часто светильники ханукальные делают в виде вот этой самой миноры, миноры, которые в светильниках в храме. И эти светильники изначально зажигались с помощью масла. И поэтому на самом деле масло — это еще и символ света. Света, который еврейская женщина приносит в свой дом, приглашая в этот дом благословения, приглашая в этот дом Бога. А теперь вот Рахелечка уже тут трудится, она уже замешивает, пока я тут болтаю. Я думаю, что это важное разделение труда. Вы тоже можете пока замешивать тесто. Потом мы его с вами поставим на 10-15 минут, чтобы оно поднималось. И сделаем небольшой урок. Лучше всего его поставить, это тесто, в какое-то теплое место. Значит, Рахель зажгла сейчас духовку, она откроет ее дверцу духовки и поставит тесто рядом, чтобы ему было тепло. Вот, вы тоже найдите тепленькое местечко. Закройте ваше тесто чем-нибудь полотенцем, пленкой, чтобы оно доходило, поднималось. И на самом деле, если вы спросите меня, в чем главный секрет еврейского воспитания и в чем главный секрет добрых человеческих отношений, так это именно в этом. Что с одной стороны мы делаем свои усилия, да? Мы стараемся, мы как-то внедряемся в жизнь нашего ребенка, что какие-то вещи там изменяем, что-то мы проводим, к чему-то мы его приучаем, как-то мы на него, на него, на них воздействуем. Но очень-очень важно поймать правильный момент, поставить и дать вот тем силам, которые уже заключены в этом ребенке, в этой личности, такой, какая она нам дана Всевышним, в этой душе, которая дана нашему ребенку, дать этим силам работать, не пережать, не передавиться воспитанием, не торопиться вмешиваться абсолютно во все. Я разговаривала один раз с очень-очень хорошим логопедом, терапевтом по речи, и она сказала, хотя с точки зрения чисто материальной, очень удобно логопеду, особенно если он работает частным образом, крепко-крепко привязать к себе клиента, привязать ребенка, внушить его родителям, что без меня вы ничего не можете, а любую неделю, которую вы пропустите, ничего не произойдет, вы сразу откатитесь назад, тогда, конечно, будет больше денег. Но правда заключается в том, что очень важно сделать серьезное, профессиональное вмешательство, достаточно длительное, в речевое развитие ребенка, а потом дать ему какое-то время просто пожить, и чтобы те силы, которые разбудила вот эта профессиональная работа, чтобы они сами начинали работать тоже. И это очень важный момент в воспитании детей – следить за тем, где мы действительно должны дать ребенку самому дойти до чего-то, подумать о чем-то, дорасти. И даже просто какой-то отдых от внушений, невозможно все время только капать на мозги, только воспитывать, только внедряться. Обязательно дать время роста, дойти и понаблюдать. Это то, чем мы сейчас и сделаем. Вот Рахелечка уже замесила тесто. Сверху можно налить немножко масла, тогда потом вам будет легче его месить. Кстати, одна из хитростей тоже еврейской женщины, что тесто можно месить руками смазанным маслом. Вот, это тоже будет хорошо работать. Все, сейчас мы накрываем. Рахелечка это уносит в теплое место. С Рахелечкой мы еще встретимся через 15 минут. А пока мы с вами поговорим об очень-очень важных вещах. Окей? Вы можете пока доделывать, так? А я буду, мы с вами будем на эту тему общаться. Итак, хала. В том, что мы сейчас с вами будем делать, будет один очень-очень важный момент. На иврите он называется афрашат хала. «Отделение кусочка халы». И очень интересно, что отделяем мы не от муки, а отделяем мы именно от теста. Потому что в тесте уже заложено наше с вами усилие. То, что мы с вами уже сделали. А не просто то, что Всевышний принес в этот мир, и мы берем как готовенькое. Перед тем, как мы начинаем заплетать халу, мы с вами возьмем один маленький кусочек от халы. Мы все это сделаем вместе. Положим, отрежем его. Произнесем благословение. Смысл в том, что если бы мы сейчас жили в то время, когда стоит храм, и когда в храме есть священники, на иврите они называются коганим, мы бы приносили им этот кусочек халы, первый, точно так же, как приносили бы десятую часть урожая, точно так же, как приносили бы первенцев скота. Но сейчас мы его просто, этот кусочек, завернем в полиэтиленовый пакет и выбросим. Это для нас будет воспоминание о том, что мы не забываем никогда, что часть, неотъемлемая часть нашего благосостояния, нашей радости, это то старание Всевышнего, которое дает нам этот мир, и которое избрал нас, еврейский народ, именно проводниками вот этой силы святости и радости, которую Всевышний приносит в мир. И не случайно хала — это символ шабата. Как я уже сказала, вы получите главу о шабате, и вы почитаете. Ведь получается, что хала, если мы её готовим в пятницу перед шабатом, она у нас стоит на границе между усилиями, потому что самый занятый день, который у нас есть, если мы ведём в еврейский дом, это пятница с подготовкой к шабату, и самый свободный день, самый спокойный, тот день, когда мы отдаём всё, всё в руки Всевышнего — это шабат. Таким образом, хала у нас, как верный, добрый пограничник, стоит на границе между вот этой жутчайшей занятостью и полным покоем и радостью от осознания того, что не я самое главное в этом мире, и не я выиграла конкурс на самую лучшую кариатиду Атланта или женщину с веслом, что в этом мире есть хозяин, и у меня есть свои усилия, я стараюсь, я их приношу максимально, а дальше Всевышний берёт это в свои руки. Есть что-то удивительное, самое удивительное в том, что у нас есть в шабате, и это невозможно передать. Может быть, лучше всего это может передать история, которую очень часто рассказывают деткам в детском саду. Значит, а история — это такая. Есть у нас знаменитый римский кейсар, царь Цезарь имени Антонинус. И он приезжает в гости к еврею. Вау, Боже мой! Шаббат! Чем же накормить этого великого гостя? И еврей выносит то, что у него есть. А-а-а! Цезарь ест, радуется, не нарадуется. Ой, как вкусно! Хочу еще раз! Приезжает к тому же еврею во вторник! Тут евреи... Ой, ну сейчас я исправлю все, что получилось в шаббат, тогда я не мог. И горячей еды, и то сварил, и все сварил, и это сделал, и то сделал. Ест этот Антонинус, и говорит, что тут не то? Конечно, неплохо, но мои повара готовят лучше. Вот тогда в субботу ты мне приносил что-то, и было гораздо вкуснее. А-а-а! Говорит еврей. Тогда была в этом блюде особая шаббатняя приправа. Она бывает только в шаббат. Тогда мощный император говорит, ну да, а, вот, да, у Ани даже есть книга с картинкой такой. Да. Ну тогда, говорит, соберите, пошли вся королевская конница, вся королевская рать, идем искать эту травку, а не найдете. Нету рецепта. Это шаббатняя приправа. Вот как она работает, никто не знает. Но почему-то в шаббат все получается ужасно вкусно и очень возвышенно. И таким образом получается, что мы делаем самое земное. Мы готовим еду, мы замешиваем хлеб. И вот в это самое земное вау, почему-то приходит самое небесное и самое благословенное и приходит мир в дом. Совершенно не случайно выпекание халы и вот эта особенная заповедь отделения халы, афрашат хала, то, о чем я говорила, вот этот маленький кусочек, который мы с вами отделяем, это заповедь, эта обязанность лежит на женщине, не на ком-то другом, а именно на женщины. Женщина может перепоручить это мужчине, но исходно это ее заповедь. Почему? Потому что действительно, куда ни ткнись, как ни посмотри, мир в доме, благосостояние детей, вот это какая-то радость, вот приглашение вот этого благословения в наш дом, это лежит на женщине. Мы с вами читаем про Авраама, мы с вами как раз в прошлый раз говорили о том, или может быть два урока назад, мы говорили о том, что когда к Аврааму приходят три почетных гостя, он еще даже не знает тогда, что это ангелы, он видит просто путников, но для него они, все, голодный путник, для него самый почетный гость, и он зовет их, и торопится их угостить, и говорится о том, что он бежит и сам готовит им масло, и готовит им каких-то там телят откормленных, а вот хлеб запечь он поручает своей жене Саре, потому что это на ней. И дальше мы читаем, что есть очень-очень красивый мидраж, который говорит о том, что Сара, в силу вот ее женской мудрости, женской святости еврейской, состояла в том, что у нее было три удивительных вещи в ее шатре. Во-первых, свечка там горела с пятницы до пятницы, то есть, представляете, дом, в котором шабатная свеча зажигается перед началом шабата, опса, горит, 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 до следующей свечи. У нее вторая вещь была, это постоянное, никуда не уходящее благословение на тесте. То есть у нее всегда получалось тесто, хала, у нее всегда получалось, и в этом плане мы пытаемся быть похожими на нашу праматерь Сару и надеемся, что у нас тоже будет всегда благословение. Но я должна вам сказать, хала получается не всегда. Когда-то получается, когда-то не получается. И поэтому это мы тоже принимаем с чистым сердцем. И не боимся, сейчас не получилось, получится в следующую пятницу, ничего страшного. И третья вещь, которая отличала шатер Сары, это было облако. Облако присутствия Всевышнего, то, что мы называем шхина, благословение Всевышнего, которого всегда, всегда стояло над ее шатром. И, безусловно, это благословение мира, благословение любви между всеми, кто живет в этом доме, в этом шатре. И от всей-всей души желаю, чтобы у нас с вами, над каждой из нас, над каждым шатром, который мы построили себе, своим детям, своим любимым, обязательно было вот это замечательное благословение Всевышнего. Вот это облако счастья, света, благословения и ощущения связи с Богом. Потому что нам говорится, что это облако, оно как на ниточке было просто привязано к шатру Сары. И я действительно верю в то, что самое настоящее и самое глубокое определение еврейской веры, оно не в каких-то внешних вещах, а в том, что мы глубоко-глубоко соединяемся с сутью вещей, с сутью нашей души, с сутью жизни, что мы не видим всё только поверхностно. Вот есть причины, вот есть следствие, если что-то не так, значит, есть виноватый. Мы всегда приноходим глубокую-глубокую связь с сутью жизни. И дальше нам Медраж рассказывает, что когда Сара умерла, Авраам был в совершенно беспробудном горе, и под шатёр тоже потух. Потухла свечка, исчезло вот это облако, больше никакого особого благословения на халах, на тесте не было, всё как-то было очень обыденно. И когда это загорелось снова, когда Ицхак, сын Авраама, привёл в этот шатёр свою юную жену Ривку, вдруг всё вернулось. Вернулась и свечка, вернулось и благословение на тесте, вернулось облако благословения, славы Всевышнего. И тогда, конечно, все поняли, ну да, действительно, вошла новая женщина, вошёл новая женщина, которая обладает теми же самыми достоинствами, и сила Сары продолжает жить, продолжает работать. И таким образом мы видим, что совершенно не случайно нам важно, чтобы вот эта жуткая мудрость, что вот эта еврейская мудрость передавалась из поколения в поколение. Это жутко важно, это страшно важно. Именно поэтому я сегодня позвала своих дочек, потому что я подумала, что без них это просто не будет работать. И сейчас я вам покажу небольшое, несколько семейных фотографий. Да, я надеюсь, что всё будет работать. Вот. Это Ханочка, которую вы сейчас видели. У неё на Батмитут, как видите, гораздо младше, чем она сейчас. Ей сейчас 17, тогда ей было 12 лет. Это её Батмитсва. И прямо на Батмитсе мы принесли тесто, мы не могли всё-таки это замешивать там, но прямо на Батмитсе она сделала вот эту митву отделения халы, которую мы с вами сейчас тоже сделаем. И потом моя подруга быстренько побежала и испекла, пока у нас там были какие-то всякие программы для детей, для девочек, она испекла такую огромную халу, и она мне говорила потом, я не знала, что с ней делать, она бежит, она занимает мне всю печку, но слава Богу она никуда не убежала, вот Ханочка разрезает эту халу, вот так это красиво выглядит, это был действительно настоящий женский праздник, потому что это то, что нас соединяет. Сегодня мы с вами, после того, как мы отделим халу, сейчас через несколько минут, мы с вами начнём плести, значит, мы попробуем несколько видов, но на самом деле есть очень много разных замечательных рецептов и всяких идей, как можно соединять халу, мы сейчас попробуем халу из четырёх таких вот колбасок, вот, но халы могут быть разнообразны, вот такую вот кругленькую мы тоже с вами можем сделать, она очень просто делается, кругленькая, заплетённая, достаточно просто делаются халы, которые как вот похожи, как на дружную семейку, да, мы кладём разные кусочки в форму и они потом выпекаются вот так вот красиво, но есть ещё более творческие варианты хал, вот, например, у нас есть тут и магендавит, кстати, этот магендавит делается тоже очень просто, Аня вам послала, послала, значит, презентацию тоже, если вы захотите, вы сможете её открыть, вот, но в принципе, если кого-то это заинтересует, я могу прислать потом на Фейсбук массу всяких вариантов, например, есть халы, которые делают в виде ключиков после Песаха, первый шаббат, халы делают в виде ключика, потому что это как бы открывает всякие двери благосостояния и дождей и радости, есть халы во всяких разных других видах, очень творческие, вот, поэтому сейчас мы с вами берём наше тесто, Рахелечка, ты можешь, пожалуйста, принести нам наше тесто? Кен, Хана, хочешь тоже подойти? Спасибо. Окей, так, сейчас придёт наше тесто и мешочек, пожалуйста, Рахелечка. Да, в принципе, ничего страшного, в принципе, по идее, вот наше тесто, да, по идее, конечно, надо дать побольше времени для того, чтобы оно поднялось, но так как мы сейчас хотим ещё успеть заплести наши халы, мы начнём сейчас с ним работать и потом, когда вы уже халы заплетёте, вы дойдёте, дадите им 40-50 минут ещё порасти, вот, я очень люблю одну такую традицию, которая говорит о том, что ещё даже перед благословением на отделение халы мы говорим такой кусочек из Таилин, и дело рук наших утверди, Всевышний, дело рук наших да утверди, потому что хала и всё благословение связано с ней, это действительно наша просьба Богу, помоги нам во всём, что мы делаем, мы не ленимся, но нам очень нужна твоя помощь, вот, а сейчас Рахелечка отделит халы, ты сможешь бы досмотреть тоже? Окей, так, Рахель, давай только присядь, пожалуйста, чтобы тебя было видно, окей, нет, нормально, так тоже, но тебе тоже должно быть видно, ведь и тебя, и тесто, ведь еврейская мудрость, чуть-чуть пониже, можешь, ханечка, тоже, ты идёшь? Так, мы же делаем кусочек, ханечка, загляни то, что ты видела, что ты видела. Мы говорим, барухата, дуна еллоен, мельха, олам, и шерги чан, бунцвета, витсиван, априс хала, мина иса. Амин. 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 То есть то, что Ханечка сказала, Рахилечка сказала, она сказала, благословляем Всевышнего, который дал нам заповедь отделять халу, да, отделять, и вот она подняла и сказала, Гарейзо хала. Вот она, эта хала. И как мы помним, это вообще, вообще-то, во времена, когда стоит храм, мы это отдаем Куанин, священникам, сейчас их нет, поэтому мы это просто аккуратненько завернем и выбросим. Обычно заворачивается в два мешочка. Вот. А теперь мы с вами действительно попробуем сплести халу. Это немножко сложно показать, но я постараюсь. Значит, нам нужно сначала четыре, давай, сделай, Рафилечка, нам нужно четыре, или вы будете держать? Окей. Давайте сначала сделаем кругленькую. Для круглой нам нужно, правильно, да, нам нужно три, три такие колбаски сделать. Я думаю, что муку надо, Рафилечка, здесь посыпать. Да, лучше посыпать мукой, а если вам тяжело, тяжело с тестом, и оно прилипает слишком сильно, то можно намазать руки маслом, окей? Или мукой. Или мукой тоже. Да, мы делаем три, верну вам, мы делаем три таких вот шарика из теста, и из этих шариков делаем такие колбаски. мукой. Так плести косичку мы все знаем, да? Значит, мы просто плетем, так, у нас видно в основном чашку, а нам нужно, чтобы было видно тесто. Окей, вот такие вот три косички, три сосисочки такие, которые мы заплетем в косичку. А ты пока четыре готовишь, да? Окей. Так. Это самая простая хала, ее, в принципе, можно оставить просто косичкой, но если вы захотите, вы ее заплетете в кругленькое такое колечко. Ну, что это было, что это было. Да, мы их делаем длинненькие, потому что мы хотим, чтобы колечко вышло, да? Все, можно заплетать? Да. Все, заплетаем, как обычную косичку для девочки. Конечек надо слепить хорошо, кончик здесь, чтобы не разошлось. Ну, просто делаем косичку. Так. И потом надо стаканчик, да, будет поставить? Да. Да, мудрость еврейской женщины заключается в том, чтобы суметь и все перемешать, и все, что нужно положить, и все перемешать, как следует и замесить, и потом еще сплести. Как видите, мы всегда, везде, во всем ищем какие-то сплетения, переплетения, и это, на самом деле, очень здоровая вещь, потому что совершенно не надо упираться во что-то одно. Итак, вот у Ханочки получилась косичка, да, вам видно, и она просто закорочивает ее кругляшком таким, так? Правда. Здесь соединяете, и маленький такой секрет еврейской женщины, если вы хотите, чтобы когда хала выпекалась, она оставалась такая же кругленькая, и в середине была дырочка, нужно внутрь поставить стаканчик, ну, тут у нас не одноразовый, конечно, а стеклянный, когда выпекается, какая-нибудь формочка круглая, какой-то цилиндрик, может быть, формочка для теста, что-то, чтобы не сомкнулось, и тогда она у вас будет подниматься и расширяться вокруг, видите, вокруг стаканчика, и получится кругленькая и с настоящей дырочкой. Вот. Это круглая хала, сделанная из косички, так? Сейчас мы посмотрим, как мы делаем халу из четырех штук, из четырех таких сосисочек. Эту я пока перекладываю сюда, она ждет своей очереди. Еще немножечко муки, да? Сейчас мы делаем четыре сосиски. Окей, получается? Вот, сейчас мы делаем у нас четыре колбаски. Переплетение этой халы похоже на переплетение ниток в ковре, вот то, что мы называем основа и уток, да? И, в принципе, как мы знаем, это тоже вещь, которая связана с женским образом, вот это вот ткани, вот это все сплетение нитей, это действительно тоже наш с вами женский секрет, которым мы готовы всегда поделиться. Вот. У вас в этой презентации, которую я послала, там есть порядок с цифрами, к сожалению, там написано только на иврите, но если вы захотите, я переведу вам на русский, там, но там, по-моему, понятно, там номера стоят на этих колбасках, что куда идет. Вот. Сейчас девочки вам покажут. Так. Все. Один, два, три, четыре. Окей. Так. Опять же, мы начинаем с того, что мы скрепляем эти края. Тесто у нас очень послушное, доброе. И по одной сбоку переносим, переносим сначала сверху, а потом вниз, а это сверху. и она остается, да? Отлично. Теперь это у нас будет первая, она тоже, сейчас она сверху, вот эта она сверху вот этой, потому что это основа, вот эта сверху вот этой, да, и вот под эту, потому что они должны вот сверху сюда, под эту и сверху вот этой. Видно переплетение? Да? Все правильно, все правильно. Да-да-да, все правильно. Теперь эта, она у нас просится здесь сверху, здесь снизу, так, а здесь снова сверху, правильно? Все, то есть мы все время плетем с одного конца. Здесь опять же она у нас просится здесь сверху, так, здесь снизу, а здесь снова сверху, так. То есть в принципе это та же самая косичка. И все, сейчас нам осталось только аккуратненько скрепить вот эти концы. Чтобы они были красивыми. Вот, пожалуйста, так. В принципе, я так понимаю, что у вас осталось еще тесто, но мы, вы потом можете заплести либо так, либо так. Есть еще одна хала, которую Хана хочет вам показать. Покажешь? Да? Но она действительно очень сложная. Не очень сложная. Ну хорошо, для меня она кажется сложной, но раз молодое поколение выбирает, наверное, это не так плохо. Так, еще раз, четыре детали. Нам нужно тут уже, я действительно не знаю, как это делается. Кстати, одна из женских хитростей и мудростей заключается в том, чтобы все-таки уметь учиться у детей. Есть замечательное высказывание на иврите, которое говорит, что я выучился многому от всех своих учителей, но от своих учеников я выучил гораздо больше. И в четыре раза больше я выучила от своих детей. Они действительно приносят какие-то совершенно потрясающие вещи. И я не забываю, что у них есть вот такое вот еврейское детство. А я с иудаизмом познакомилась уже во взрослом возрасте. И я понимаю, что вот эта детская радость и творчество, связанное с иудаизмом, оно, конечно, у наших детей замечательное. И поэтому я не примену случаям поучиться. Такую халу я никогда в жизни не делала. Так, вам видно, как мы ставим четыре штучки эти? Надеюсь, что у вас все получается. Так, видите, четыре у нас стоят? Вот так вот. Все, четыре сосиски опять. Сначала делаем так. Просто их друг на друга, да? Видно? Крестик такой. Крестик. Да, сейчас. Да, потом опять же переплетаем как основа и уток. Тут это наверху, тут снизу, тут снизу, тут наверху. Да, подожди, вот эту еще тоже надо вниз. Вот эту вниз. Теперь у нас получается, что каждая из них один раз наверху, один раз внизу. Правильно? Так, что теперь? Это сюда. Это сюда. Так. Это сюда. Цветочек закругленный. И это сюда. Так, так. Кружочки. Каждый как бы переносим. Каждый переносим, кружочки получились. Да, потом вместе. И соединяем вместе. Так. И потом можно все внутрь. Вот так. Так. Сильно. Так. И поверните обратно. А, и вот здесь вот смотрите, какое получилось, какая красотища. Видите? Мы смогли вовремя перевернуть. И у нас сверху получился такой красивый, красивый комочек. Итак, у нас сейчас пока три халы. Если у вас осталось еще тесто, значит, вы сможете потом сделать. Но мы с вами о последней вещи поговорим. Сверху нашу халу надо обязательно помазать. Да? И это последняя наша хитрость. Чем мы халу мажем сверху? Можно сверху помазать яйцом. Как вы сами сказали, яйцо – это секрет жизни. Можно помазать чем-то сладким. Можно добавить мак. Не кунжутное семя. Можно сейчас добавить яйцо, но потом, например, добавить сахарное или мёд. Мёд, да. Можно намазать мёдом. В общем, дальше это ваша фантазия. И сунцем. Можно сунцем – это кунжутное семя. Потому что, кстати, если вы очень любите, вы можете добавить изюм. Или посыпать сверху изюм. И тогда мы точно скажем, что каждая еврейская женщина должна быть со своей изюминкой. А если вы сверху посыпите кунжутным семенем, кунжут называется сезам или сунцум, вот то самое растение. Тогда мы сможем сказать, что у нас в руках все секреты. Мы можем сказать, что сунцум откройся. Желательно это вообще делать, уже положив халу на противень, на который вы будете выпихать. Но мы надеемся, что мы аккуратненько сможем её переложить потом. Можете дома попробовать из оставшегося теста сделать халу в виде магендавида. Она, по-моему, очень красивая, Аня вам послала. И самое главное, не забудьте, что, может быть, сейчас как раз пришло время перед шабатом, перед субботой, мне позже, 7 часов по московскому времени, вы можете зажечь шабатные свечки. Помните, как мы это с вами сделали в Израиле, в Иерусалиме? Вспомнить Иерусалим, вспомнить Израиль, вспомнить наши уроки. И попросить Всевышнего обо всём, обо всём, что нам хочется в этой жизни. Потому что Всевышний, он здесь, он для нас, он готов нам помогать. Мы только должны открыть эту дверку хоть чуть-чуть. И дальше уже Всевышний может через эту маленькую дверку внести свои благословения. И хала — это как раз тот самый ключик, который открывает благословение еврейского дома. Пусть у вас будет мир и радость. Много хал. Кто-то ищет солнцем. Да, вот Хельчка сыпет солнцем. Вот так вот. Всё, все секреты наши. Можете посыпать мак. Мак тоже хорошо работает. Вот так вот. Всё. Всё. Вот теперь все-все видно. Вот. Все халы наши. Вот. Вот наша Рахелечка. Можете помогать? Всё. Спасибо вам большое, что вы с нами. Всего доброго. До встречи на следующей неделе. У нас много программ. Если вы испечёте эти халы, пожалуйста, сфотографируйте. Пришлите нам. Если вы хотите добавить к этим сфотографированным халам своё благословение, своё радость, своё пожелание нам всем. Мы будем очень-очень рады, потому что мы с вами, вы помните, будем делать книгу радости. Буду петь с сыном и вышлю фото. Спасибо. Екатерина, что у вас получилось? У нас всё получается, всё замечательно. Спасибо вам огромное. Отлично. Спасибо огромное вам. Спасибо вам. Присылайте фотографии. Спасибо. Да. Вот и пара картинок с разными видами. Хал. Где-то у вас тут было очень-очень. Вот мне это я послала. Я не знаю, вам видно, нет? Да, видно. Отлично. Здорово. Ой, какая красота. Какая красота. Отлично. Молодцы. Молодцы. Всё, присылайте. Как хочу. Себя с халами. Всё так, как удобно. Шуламит ещё одну минутку буквально. Да. Я тут, я никуда не делась. Дорогие мамы, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня были с нами. И мы вот буквально в завершении одну минутку просим уделить вас, пройти небольшой опросик, который я сейчас запущу. И спасибо вам ещё раз. Спасибо. Спасибо. А ещё вопрос. В какой температуре покупать? Сто двести печём обычно. Покажем, да. Сто восемьдесят двести. Сто восемьдесят двести градусов. Ну, если надо, посмотрите. Будем надеяться, что лучше печки тоже ровно. Мы обычно делаем сто восемьдесят двести. Опять же, если вы просто найти свой стиль. Ну, вообще, конечно, нужно найти свой стиль, свой вид. Всего вам доброго. До встречи. До встречи. До встречи. До свидания. Доброй, хорошей недели. И радостной Аллы. Учебник какой-то, год роста. Ну, да, понимаешь, мне даже что-нибудь вызывают, но уже вызывают. Я же конвертка в Фейсбуке. У меня есть, если в Фейсбуке не заключить, давай слушать. Мы потом за комфетом тратить, и меня заключим в Фейсбуке. Мы всё ответили на анкету. Спасибо большое, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok У вас ещё рекординг стоит. Вы видите? Ой, выключи его, пожалуйста.